всем большой привет сегодня распаковка товаров для дома и немножечко совсем и немного новинок будет в принципе новинок мало поэтому я думаю что быстро управимся сначала покажу то что взяла именно по каталогу это 4 стиральных порошка концентрированные стиральные порошки это взяла в запас для мамы она любит именно вот порошки не гели для стирки не листовой порошок ну может быть она конечно не привыкла еще к нему вот взяли 4 порошка так как сейчас акция два порошка по сниженной цене очень выгодно 399 рублей по цене каталога и 2 получается около 600 до рублей но это я уже со своей скидкой говорю в общем вот для цветных тканей это универсальный горная свежесть то есть для всего и для белых и цветных это просто универсальный без какого-либо аромата это альпийский луга я больше всех люблю альпийский луга и для цветного а так вообще без разницы стирают они все хорошо они все не вызывают аллергии хорошо отстирывают они такие не пылят в общем для аллергиков подходят подходят для септиков для домов септиками в общем классные порошки составы у них конечно лучше намного чем магазины и стирает но для меня лично я вот пользовалась тайдом стирает он также хорошо но при этом без колгона без каких-либо добавок но только ополаскиватель разве что вот я покажу состав здесь конечно более экологически чистый состав без фосфатов так что я всем советую кто любит также вот порошки именно сыпучие классно и для детских вещей тоже подходит я перешла на этот порошок тогда когда у дочки была какая-то сухость непонятная кожи какие-то мелкие не высыпание not как гусиная кожа такая немножечко мы не могли понять в чем дело исключали и молочные и какие-то другие диеты еще что-то в общем не могли понять потом я убрала порошок как как оказалось он был фосфатный с фосфатами перешла на этот и все у нас это все пропало и куда-то делась не знаю куда с тех пор я пользуюсь именно этим порошком взяли еще два средства для мытья посуды вот такое черное с углем и тут тоже два в одном тут тоже два в одном и концентрированный гель для мытья посуды это антибактериальный компонент здесь арбуз и эвкалипт вот ароматы классный но эвкалипт я здесь не слышу арбуз в основном а здесь такой аромат какой-то цветочный парфюмированный очень интересный мне нравится что еще очень нравится то что отмывает и в холодной воде вот вот это не пробовала холодной воде средства но думаю тоже будет отмывать но этот вообще шикарно отмывает в холодной воде и задушку люблю из-за то что классно моет посуду единственное что я развожу и вот тут вот когда стоит осадок все-таки выпадает и мне это не очень как-то нравится не знаю но в общем готова простить этому средству но маме понравилось я взяла и вот такое тоже здесь аромат прям хочется послушать ну да что-то все-таки арбуз и что-то такое мятное пробивается ну тоже такой интересный классный аромат тоже очень нравится и еще такое средство уже заканчивается там чуть чуть осталось крем-паста для чистки металлических поверхностей я покупала помню его маме вместо ну порошков вот этих вот не помню уже как комит что ли эти порошки очень сильно портят поверхности особенно которые вот ну плита такие поверхности очень портит царапает я сказала вам попробовать такое она все-таки плиту моет и кастрюли моет ну и в общем этим средством что только не моет все что и металлическая ну и эмаль тоже можно мыть вот еще я пробовала серебро этим чистить классно чистит так 358 те артикулы я не сказала давайте 30 103 и здесь 3099 так вот и это средство она так свежий грейпфрут идет деликатное очищение в общем он имеет такие абразивные частички но не оставляет никаких царапин вот полирует придает блеск подходит для ювелирных изделий в общем и она сама попросила мама заказать говорит у меня заканчивается это средство закажи мне значит понравилось значит пользуется и вот этот комит у нее там оставался он так и стоит уже не знаю года два стоит наверное уже надо выкинуть да и все так взяла еще у нас одна осталась вот эта упаковочка но в использовании влажная туалетная бумага 0 плюс депантенолом 40 листов здесь 0 процентов спирта отдушек и красителей хотела 2 взять взрослую детскую но подумала что наверное не стоит взяла одну вот так что пусть будет 1 ну и давайте к новинкам немножко пошуршу но у нас появилась вот такая вот вещь эта сумка складная материал полиэстер полиуретан металл пластик размер 45 на 34 с половиной и на 19 сантиметров сложенном виде 19 на 17 и на 4 сантиметра сделано в китае артикул 90 104 64 вот такая вещь вот собственно в сложенном состоянии ну там достаточно объемная давайте сейчас уже не буду шуршать распакую и покажу ну вот приятная такая на ощупь ну это полиэстер видимо вот такая сумка удобно в том плане что взять в дорогу это все-таки дорожная сумка магазин с такой не пойдешь но если только совсем ну за какими-то покупками вот значит смотрите будем вытаскивать сейчас аккуратненько чтобы ничего не повредить я не очень уверена что я смогу потом ее запаковать обратно упаковать сейчас я вытащу и посмотрим ну вот такая сумка вот в жизни она такого цвета как и показывает вам камера вот такая вот как показывает камера вот такая то ли черная то ли темно-синяя то ли темно-серая я даже пока не очень понимаю так вот карман для поправлю то здесь он становится карманом также и можно что-то положить так будем пробовать будем смотреть но у нас были такие складные сумки мне очень нравились зебры мне до сих пор штуки 3 наверное есть вот она расстегивается так чтобы туда положить вот порошки складывать вот такая на сумка вот достаточно большая будет объемный ну как и как и зебры были внутри вот швы конечно все неплохо прошита но я не знаю насколько она прочная сколько она выдерживает зебры которые были вот предыдущие они выдерживали прям много я их использую и для того чтобы носить те же самые вот такие товары какие-то если хожу за ними если много могу из такой сумка зеброй пойти на прям хорошо выдерживает и вот мы ехали туда ручную кладь наклали какие-то вещи то есть хорошо выдерживает им достаточно тяжести тоже были на килограмм 5 то точно было вот дальше я не проверяла почему такая сумочка вот она ширине будет такая ну не очень не очень по ширине они такие не очень широкий сколько там было 19 сантиметров ну я вам скажу она и больше раздуется так как она так как она все-таки у нас не прочная не пластиковая вся что показать давайте я может быть как-то отдельно попробую сделать потом обзор на эту сумку вот что не наш туда положить попробую сейчас отодвинуть ну вот попробовала я сюда положить как раз те самые порошки вот она такая достаточно объемная ну вот еще можно вот сюда пихать и пихать конечно можно на самом деле она вот может растянуться до таких вот размеров но она не тянется сама по себе но можно одежда если можно много вместить поместить здесь чего-то твердого конечно нет но вот такая сумка достаточно объемная на молнии хорошо застегиваются все хорошо она прочная на вот здесь вот можно регулировать даже на плечи наверное смотрите вот ну да можно даже на плечо и и ну даже вот вот это показываю не видно ну вот можно даже и на плечо эту сумку повесить будет удобно я вот зебрами и на плечо ее вешаю и как только я ее не носила вот так что классные сумки но насчет цвета все-таки зебры мне больше нравились но эти подойдут вот как и мужчинам так и женщинам такая защитная немножко вот собственно такие сумки я рекомендую к покупке ну вот только цвет разве что я тут недавно зашла на днях магазин просто посмотрела такого объема сумки даже меньше они стали 700 рублей ну то есть цены не знаю может быть все привыкли на валберс покупать может быть там и будет дешевле но я не думаю что за 300 рублей такую сумку на такого качества можно купить ну давайте начнем с вот такой новинки медовый шампунь я все-таки заказала думала заказывать или нет но не люблю я медовые вот всякие средства но думаю бывает что вот медовые заявлено он совсем не медовый оказывается вот и значит что у нас 95 процентов натуральности заявлено натуральный горный мед здесь и да он здесь есть но он где-то в середине и аромат у него медовый но какой-то травянистый травянисто цветочный полевой какой-то такой вот если ты мед это какой-то наверно полевой мед вот есть майский мед и он очень сладкий такой а этот нет он какой-то травянистый но вот я дала послушайте папе и маме они не сказали что там мед они услышали какие-то травки что-то приятное аромат приятный даже для меня который не любит мед приятный мед слышится лично мне он слышен мед именно вот аромат меда но он какой-то такой с травами с цветами он для меня приятный я смогла бы таким шампунем мыть вот поэтому да тут можно тут мед есть обязательно тут присутствует но аромат не именно сладко приторно медовый он с травками какими-то вот цветочный медовый очень такой приятный но кто прям совсем не переносит мед очень сомнительно будет давайте посмотрим состав потому что вот 95 процентов натуральности при таком составе я не знаю вот для меня это вообще непонятно за 100 рублей какая натуральность может быть здесь и содиум лаурет сульфат есть и содиум лаурил сульфат есть и вот есть еще дмдм вот этот очень трудно читаемый гендатаин и к 3 красителя здесь вот ну то есть для меня это не натуральная это что-то просто такой обычный рядовой бюджетный шампунь так что у нас здесь написано для всех типов волос и идет достоинство меда что это уникальный источник полезных веществ который используется в народных рецептах со времен древней руси в нем содержится большое количество витаминов и целый ряд незаменимых аминокислот помогающих сохранить красоту и здоровье волос вот шампунь с натуральным высокогорным медом из алтайского края мягко очищает и питает волосы предотвращая пересушивание способствует укреплению волосяных луковиц дарит прядям шелковистость и естественное сияние что мне нравится так этот цвет цвет оформления аромат аромат да приятный ну вот моет он как сказать обычно он хорошо промывает хорошо промыла и волосы но при этом он их распушил но в общем мне шампуни такие обязательно с бальзамами с масками берите пробуйте однозначно конечно стоит если вам нравился крапивный шампунь если нравился алоэ то понравится и этот единственный аромат а если вы еще не брали из этой серии шампунь то я думаю что стоит попробовать в конце концов магазине вы также подбираете себе шампунь этот подошел тут не подошел я вообще сколько магазинных перемыла перепробовала мне ни один не подошел поэтому тут уже индивидуально стоит пробовать там 139 рублей по моему он будет по каталогу объем здесь хороший так это 2920 это его артикул будет и 380 миллилитров у кого волосы принимают такие шампуни то пожалуйста стоит попробовать однозначно что еще сказать про блеск давайте волосы блестящие волосы мягкие они хорошо лежат но они у меня пушистые я помыла волосы днем ну вот днем сейчас ночь полдня получается у меня вот мытые волосы и до сих пор я слышу аромат представляете до сих пор я слышу аромат и я думаю что и спать пойду буду тоже слушать аромат хорошо что он мне понравился а то бы я не знаю чтобы я делала так давайте еще одну новинку новинка не старинка переупаковка именно в этом случае я взяла только один я пожалела что я не взяла апельсиновый потому что именно апельсиновый поменяли в том плане что лаймовый он и был гелевый такой достаточно кстати и вот шампунь не не густой совсем такой средний и мыло тоже но расход хороший расход и шампуня надо мало и мыло надо мало хорошо пенится хорошо моет но аромат такой же такой же лаймовый сорбет именно как леденец какой такой приятный сладко свежий аромат у него моет хорошо но сушит руки мне лично сушит руки что еще сказать одинаково у меня сейчас стоит как раз из предыдущей серии лаймовый сорбет и этот один в один то же самое для меня лично ничего не изменилось мой нос так слышит вот апельсиновая там было кремовое мыло там был кремовый гель для душа пока не изменили гель для душа пока поменяли мыло и вот надо было взять наверное именно апельсин я его еще возьму мне очень интересно я возьму когда пока не знаю но обязательно возьму я точно знаю что на пункте выдачи держатель она взяла я вот у нее точно спрошу завтра попробую ну пусть она попробует и мне расскажет если она вспомнит изменилась или нет потом подпишу вот если 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 она точно скажет мне так и новинок я когда брала пробник ну конечно я не знаю как это читается оказывается по-итальянски приму бачу вода я не хотела ее брать так 33 30 артикул не хотела ее брать ну взяла взяла потому что дочка услышала мне на запястье сказала мамочка я хочу такую воду ты же мне купишь ну что мамочка могла сказать конечно купишь вот и потом еще я взяла из-за того что в пробнике бывает не немного недостоверно а именно вот полноразмерный флакон вот в полноразмерном как-то аромат раскрывается что ли ярче да можно понять хотя бы твое не твое но раскрывается прям ярче и кстати по-другому немножечко раскрылся чем в пробнике ну вот оформление конечно такое девчачье мне кажется это и для подростков даже для вот даже дочка на меня маленькая конечно даже ей по моему подойдет вот мне мне тоже на она подойдет это цветочная вода ноты я подпишу вот даже не знаю нанести но так вот давайте пойду спать таким ароматом он мне понравился вот когда самого начала самого начала этот аромат он конечно цветочный раскрывается него такая цветочность такая нежная прям нежная цветочность не сладкой не такая непридорная какая-то сластинка а не сладкие конечно они свеже сладкие очень приятно вдыхать очень приятно мне здесь слышится груша и цветы какие-то цветы но не могу определить какие нежные красивые как будто ты где-то на поляне ну собственно не в каталоге позиционируется так как будто на поляне у романтика да вот такие романтичные нежные девчачьи я ноты подпишу сейчас я ничего не взяла и я сейчас точно не вспомнил какие там ноты были там османтус был вот эта груша она потому что слышится вот середине она уже прям раскрывается именно этот груша и они мне вот эти сначала это вода мне не знаю даже что напоминает я не буду даже думать о том что она напоминает но вот в середине она прям сорбе джоли мне напоминает который у нас был и он был такой сладкий приторно для меня ну и вот в середине уже начинает вот эта приторность немножечко раскрываться и все ну мне напоминает этот сорбе filet joli поэтому ну вот так просто он остался у меня в питере этот аромат не могу сравнить сейчас не пробника у меня нет ни самого робота но вот именно в памяти у меня вот этот вот отложился аромат именно сорбе джили потому что мне очень нравился вот это вот груша вот эта сладость десертная она мне прям очень нравилось тот аромат мне нравился и мне тоже нравится но просто они практически для меня идентичны но дочке понравилось оформление дочки понравился аромат будем наверное вдвоем пользоваться конечно но так может дома поиграться куда же я ее выпущу то с таким ароматом не знаю вот но в целом берите пробник в пробнике точно определите ваши не ваши ну а там уже ой приятный я не могу надышаться приятный я не знала буду ли я его брать когда только был пробник но взяла может и буду пользоваться у меня просто есть похожие здесь такое вот направление тоже гурманская похожий аромат ну вот мне очень флакон нравится и последние новиночки это у нас гибридное гель-масло новое без перца мне нравилось это гибридное гель-масло но то что там был перец я его не выдерживала он не сильно прям чувствовался ну я по крайней мере не сильно чувство но чувствовала и мне это доставляло дискомфорт так давайте смотреть 41 29 артикул и 41 30 я не взяла каталог не помню сейчас как называется но я подпишу давайте смотреть 41 129 как теперь открыл вот открыто мне самой очень интересная у себя на страничке в сообществе ну запускала голосование брать или не брать и проголосовала большинство за то что мы берем и смотрим новинки какой же он красивый не знала видно блестки он с блестками там блесток таких не было вот в старой версии которая с перцем значит он у нас ну как бы зрительно увеличивает губы давайте смотреть оформление очень красивая и вообще люблю розы очень красивая люблю цветы именно розы спонжик здесь такой собственно достаточно обычный я вот забыла как называется но я подпишу давайте посмотрим down с блестками прям блеск давайте еще здесь много получается он как масло да как масло но только с блеском вот видно даже это блеск как показать ну вот давайте попробуем ну не так уж прям видно но на губах вот вот немножечко видно там блеск видите такой вот он прям блеск вот но в основном это масло но но с блеском но на какой-то бесцветная совершенно нет цвета на губах сейчас даже проверю нанесла пока что этот оттенок на нижнюю губу аромат какой-то конфетно-парфюмерный поближе покажу конфетно-парфюмерные приятные кто не любит такие ну вот именно на губах чувствовать вкусно вкус чувствуется вот прям на губах такой сладенький мне лично нормально ну то есть я не положительно не отношусь не отрицательно поэтому мне нормально смотрите какой красивый вот это один так и 2 2 так 41 130 сейчас тоже открою а он розовенький такой нежно-нежно розовенький давайте смотреть аромат такой же набирается не так много кстати если сравнить то разницы я особо не вижу но тут розоватые частички блестки как будто или нет они одинаковые в общем смотрите чуть-чуть как будто еле еле розовинка ну как будто да чуть-чуть но но в основном разницы особо не видно сейчас проверю на губах как знаете может быть и есть какое-то различие но она настолько визуально еле еле уловима что они практически идентичны не знаю видите разницу я не особо я не вижу какой-то такой разницы как показать ну вот не знаю особой разницы я не вижу я нанесла наверное минуты две-три назад вот и уже вот губы разгладились как будто они визуально стали немножечко более пухленькими но морщиночки вот эти на губах разгладились немножечко ну в общем такое же как и было гибридное гель-масло только с блестками наверное вот эти блестки визуально дают какой-то эффект и без перца вот это мне очень нравится здесь упаковка классно такую даже не стыдно куда-то взять вот в косметичке нас принципе многие помады такие но вот эта упаковка для меня вот всегда была какой-то отдельная вот на отдельной ступени но то что она была с перцем ну это было для меня не очень комфортно вот а вот эти два и оттеночки такие во флаконе оттенки есть а на губах по факту не особо поэтому ну кто любит более бежевые оттенки вот собственно можно такой взять очень красивая очень очень красиво мне прям понравилось носить можно но масса маслянистая текстура опять же кому нравится такой на губах тем хорошо можно наверное промокнуть так нанести и через какое-то время промокнуть салфеткой вот и будет все-таки полегче я вот сейчас сняла салфеточка чуть-чуть и уже да уже немножко полегче так вот на губах в общем новинки все хорошие хоть их немного но они достойные как всегда шампунь почему бы и нет кто любит такие шампуни кому но от волосы у кого принимают то пожалуйста всегда можно попробовать бюджетный объем хороший мед там точно есть вот моет хорошо блеск собственно почему бы и нет мыло тоже я вставлю табличку я сейчас не помню все уже там ароматы там малиновый этот мельфей который я не люблю апельсин апельсиновая меренга там полна верно грушевая парфе я что-то вот уже запамятовала лаймовый сорбет и черничный капкейк наверное так так здесь я не сказала 300 миллилитров до 300 миллилитров артикул именно этого мыло 2933 вот они от марта 23 года в конце да до 28 марта вот вот эти блески тоже можно брать пробовать они без перца они не будут вам губки печь напекать и оттенки такие универсальные хорошие эти блесточки они не видны так сильно но вот завтра еще при дневном свете попробую и тоже напишу подпишу здесь ставлю и водичка берите пробник сейчас вот ну слышу слышу но она не приторная здесь не приторная такая сладко свежая груша нежная османтус мой любимый османтус в общем я не пожалела что я взяла эту водичку парфюмерную это парфюмерная вода у нас да да вот не пожалела что взяла поэтому могу оставить положительный отзыв сумка тоже ну вот по цвету не знаю мне как-то не очень но на вкус и цвет товарищей нет сумка прочная хорошая вообще я брала для папы я посмотрю если ему понравится то пусть забирает вот так как у него есть может не заберет может останется мне но в любом случае в любом хозяйстве такая сумка нужна для поездок тоже классно ну средства для дома тоже само собой еще так ну еще конечно купоны вот тут у меня собираю продолжаю купоны у нас в каталоге есть и тоже приложу и взяла два пакета так тут артикул 78 1223 я вот не помню это м наверное м а это м л скорее всего 78 1224 артикул я спросила у мамы я заказал заказывал один красный пакет но красный я заберу себе так как меня те больше нравились красные оранжевые больше чем эти нравились да здесь более спокойные цвета но тем не нравились больше поэтому тот я заберу мама сказала какой хороший пакет всегда пригодится вот я и заказала два пакета хозяйстве пригодится они разлагаемые у нас биоразлагаемые так что красивые биоразлагаемые вот всем нужны такой у меня заказ был делитесь если кто-то что-то пробовал делитесь кому что понравилось кому что не хватило в обзоре я подпишу если что-то я не договорила не проговорила потому что это все-таки новое но здесь шампунь и мыло вполне понятно все водичка может быть я еще буду разнашивать ой приятный аромат очень перейти пробник но она по стойкости она не очень стойкая часа 34 вот я днем еще наносила но часа четыре на коже продержалась на одежде думаю дольше будет ой османтус прекрасен очень люблю османтус вот ну и про эти блески все-таки это блеск гель-масло тоже разношу еще немножко примерю и можно будет может быть более дополненный отзыв дать вот первое впечатление такое пишите кому что не хватило кому что нужно может быть кому-то что-то хватило и хочет тоже своими соображениями поделиться своими отзывами кто пробовал милости прошу на страничку в комментарии лайки приветствуются внимание приветствуется всем пока пока